То, что шпион, он, видимо, реальный шпион. Я думаю, что спецслужбы давно занимались этим молодым человеком и давно подготовили соответствующую акцию. Другое дело, что, как всегда, в нашем государстве часто левая рука не знает, что делает правое, и его задержание и последующая экстрадиция произошла в не очень удобный момент, потому что только-только наметилось прадебу потепления Соединёнными Штатами, только Данилон приехал, только что Путин поговорил с Обамой, только что Обама пообещал приехать в Россию, и вдруг на тебе. Здесь не было координации между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами. Но я не думаю, что в Российской Федерации есть какие-то влиятельные силы, которые с помощью этого хотели бы сорвать российско-американский диалог. В Америке, где больше плюоризм, очень часто консервативные силы используют такие моменты, шпионские скандалы, чтобы испортить намечающееся потепление с Россией. Но я не думаю, что зеркально эту ситуацию можно переводить на Россию, поскольку у нас такого плюоризма нет. У нас больше не разбериха, чем плюоризм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова